Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Цветы и память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Поговорим о людях с ограниченными возможностями и о их роли в эволюции и развитии цивилизации. Передаем привет нашим знакомым из организации, занимающейся социальной реабилитацией инвалидов, если они нас смотрят. Мы расскажем, зачем инвалиды нужны человечеству, чтобы инвалиды и те, кто с ними работает, не впадали в уныние. А также объясним тем, кто ошибочно считает, что инвалидов надо убить, чтобы не мучились, их неправоту. Сначала определимся с тем, кого мы будем называть инвалидами. Возьмем стандартное определение. Инвалид – человек, у которого возможности, его личные жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных и психических отклонений. Инвалидность – термин, объединяющий многие нарушения. И это оспариваемая концепция с разными значениями в разных сообществах. В медицине имеется четкий перечень заболеваний, при которых присваивают разные группы инвалидности и выплачивают пособия. И этот перечень периодически меняется. Вот, например, при теперешнем всеобщем масочном режиме каждый человек с чувствительной кожей или со слабыми легкими является нетрудоспособным и может претендовать на нерабочую группу инвалидности, если по совести и по логике. Да, это точно. Непонятно, только почему профсоюзы об этом молчат? Ну, а может быть, профсоюзы и не молчат, но сейчас мы поговорим не о политике, а о биологии и социологии. Теперь мы рассмотрим, как обстояли дела с инвалидностью в прошлом и предположим, что будет в будущем, так? Начнем с каменного века. Существует ошибочное мнение, что в каменном веке люди были сильные и здоровые, так как был естественный отбор, и слабых и больных просто кто-то сразу съедал. Ну, археологические находки говорят об обратном. Находят довольно много костей с патологиями, всякие неправильно сросшиеся переломы, следы укусов животных, следы ударов разными дубинами и каменными топорами, каменными копьями. А ведь многие травмы и болезни еще на костях никаких следов не оставляют. Так что наши предки были все-таки довольно больными. Жаль. Потому что для того, чтобы быть здоровым, надо не чтобы слабых и больных съедали, а нужно хорошее питание, хорошая медицина и комфортная окружающая среда. И это подтверждают еще и письменные источники. Например, какой-нибудь европейский средневековый путешественник попадает куда-нибудь на дальние острова и описывает местных аборигенов. В частности, такими фразами, что самый сильный абориген из этого племени слабее самого слабого матроса моего корабля. О-о-о, сурово. Потому что средневековый матрос лучше питается, чем дикарь. Ну и жизнь на каком-нибудь паруснике в открытом море хоть и тяжелая, но все-таки более комфортная, чем в джунглях. И более безопасная. Да. Вот современные бомжи. Это те же дикари, только живущие не в обычных, а в городских каменных джунглях. И по здоровью и физической силе они не превосходят измеженный охитный планктон. Скорее наоборот. И в относительном приближении мы можем сказать, что все, чем болеют современные бомжи, было и у древних людей. То есть, как среди обычных, современных бомжей полно калечных и увечных, так и среди первобытых людей, калечных и увечных, было, ну, может быть, только побольше. Точно. Потому что если болезнь не лечить, то она не всегда убивает, а гораздо чаще только калечит. И это не только у людей, но даже у дверей. Ну вот, житель каменного века, хоть и был довольно сильно искалечен агрессивной окружающей средой, но инвалидом в современном понимании этого слова, он не был. Ну, во-первых, потому что все были изуродованы, но только каждый по-разному. Во-вторых, этот калека выполнял какую-то трудовую деятельность в обществе того времени и успешно с ней справлялся. Например, находят скелет, у которого были проблемы с руками и ногами, но зубы сильно сточены, значит, он много жевал. Например, пищу для тех, у кого своих зубов не было. Или какие-нибудь куски шкуры, ну, чтобы ремешки из них делать. То есть в каменном веке с трудоустройством инвалидов и их социальной реабилитацией проблем не было. Там не было вообще понятия инвалидность. В древних обществах смотрели не на здоровье, так как здоровья почти не было, а на функционал. То есть нет руки, или он этой рукой не умеет делать нужную работу, это одно и то же. И уже с каменного века наличие людей с ограниченными возможностями стимулировало к созданию средств социальной реабилитации этих особей. Ну, хотя бы обычная палка в руке. На нее можно опираться. И это средство реабилитации опорно-двигательного инвалида. И этой же палкой можно кого-нибудь ударить по голове. И это уже пример того, как разработки из области социальной реабилитации используются в военном деле. То же самое есть и сейчас. Технологии изначально, которые применяются в протезах и инвалидных колясках, используются и в военной технике. Какой-нибудь протез руки как манипулятор боевого робота? Нет, на более низком уровне. Используются какие-нибудь мелкие подшипники и винтики. Если их производство в стране налажено, то предприятия, которые специализируются на военной технике, они уже эту мелочевку не должны самостоятельно разрабатывать и внедрять в производство, а заказывать уже на заводах, там где-то уже активно производится. В результате военное изделие будет и произведено быстрее, и оно будет дешевле. Так социальной реабилитации инвалидов продвигает научно-технический прогресс. А мы вернемся к теме эволюции и естественного отбора. Ой, а православные-то нас не забанят за упоминание эволюции. Православные вообще, они очень разные. Есть мракобесы, которые устроили акции против преподавания дарвинизма в школе. Сурово. Они бы лучше экскурсию школьников в музей Дарвина организовали бы. Сами бы много нового для себя знали. Или они бы еще против преподавания астрономии устроили бы акцию, потому что астрономия учат продвижение небесных тем и как Библия. Кстати, существует общество плоскоземельцев. Тех, кто на полном серьезе доказывают, что Земля плоская. А на тему эволюционизма и креационизма в интернете есть очень интересный дискус, где беседует палеоантрополог Станислав Дробышевский и священник Константин Буфеев. И оба хорошие. Очень интересно. Всем рекомендую. Так что умных христиан тоже довольно много, только их не так заметно, как буйных мракобесов. Что касается эволюционизма, то он подтверждается научно, то есть археологическими находками и последующим исследованием этих археологических находок. Кстати, естественный отбор, который описал Чарльз Дарвин в своих работах, признают и креационисты, кстати. У естественного отбора есть целых три основные формы. Движущий отбор, стабилизирующий отбор и дезруктивный отбор. Чарльз Дарвин писал про движущий отбор, то есть, когда особи с параметрами, отклоняющимися от среднего значения, получают преимущество для выживания. Ну, например, сильный может всех побить, а умный может перекидать сильного. Так, постепенно за миллионы лет появились мы, хомо-сапиенсы, самые умные существа в природе. Мы хомо-сапиенсы, и с нами мозг. В движущем отборе инвалид может выигрывать за счет своей узкой специализации и тем самым повысить выживаемость социума, в котором он живет, ну и свою нужность в этом социуме и, следовательно, и свою личную выживаемость. Это точно. То есть, если он племени нужен, то это племя его не съест. И не выкинет. Ну, и не скормит другим зверям в качестве поймальки. Да, точно. Например, слепой прокачивает слух и нюх. В условиях каменного века это очень полезно. Потому что он заметит опасность. Да, и всех предупредит. Но ведь по наследству он же не передаст свои полезные свойства. Блин. А может быть, кстати, и передаст. Потому что благодаря ему все племя выжило. То есть, популяция оказалась более живучей. Благодаря этой особи увечной. Дарвин на это обратил внимание, изучая муравьев. Например, рабочий муравей отличается от своих родителей, но сам потомство не приносит. Но от рабочих муравьев напрямую зависит выживаемость всего муравейника. То есть, всего племени, всего семейства. Да. Когда говорят про естественный отбор, обычно говорят только почему-то про движущий дарвиновский отбор. Но забывают часто про стабилизирующий отбор и дезруктивный отбор. Это тоже относится к теме инвалидности. Стабилизирующий отбор это против отклонения от средних параметров. Ну вот, как, например, в позднем СССР инвалид с детства, который не может ходить в школу, не получит соответствующего образования со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть многочисленные свидетельства о том, что в позднем СССР быть инвалидом, который не может себя обслуживать или даже просто не может ходить, крайне невыгодно. По крайней мере, в позднем СССР быть инвалидом гораздо хуже, чем в послевоенном СССР или чем в то же время, но за границей. В послевоенном СССР социальная реабилитация инвалидов сводилась к восстановлению их трудоспособности. То есть, у кого нет ноги, может работать руками. У кого нет руки, может работать мозгами. Нетрудоспособному, например, по причине умственной отсталости, даже если это какой-нибудь герой войны после ранения в голову, в послевоенном СССР тоже мало что хорошего светило, потому что социальная реабилитация про диктатуре, пролетариата, была направлена именно на восстановление трудоспособности. То есть, был культ труда. Собственно, в позднем СССР положение инвалидов ухудшилось из-за того, что их трудоспособность восстанавливать стало нерентабельно. И было выгоднее инвалидов просто не показывать, делая вид, что их как будто нет. А заграничная специалистическая экономика была изначально ориентирована на том, чтобы создавать приносящую прибыль инвалидную инфраструктуру. То есть, буржуям на самого инвалида, конечно, глубоко наплевать, как и на трудящихся, зато на создании разных полезных для этих инвалидов вещей можно трудоустроить людей и получить прибыль. То есть, в социалистическом СССР делали протест, чтобы инвалид им производил материальные блага, а в капиталистической загранице делали протест, чтобы обеспечить работой кучу людей и организаций, которые делают этот протест, чтобы все заработали денежку. Да. И ведь самое главное, что получается, что и буржуазия получает прибыль, и рабочие получают зарплату, и инвалид получает нужные ему вещи. Иногда даже бесплатно, потому что окупается ему дать бесплатно этот протест, потому что на нем уже куча людей заработали деньги. И это круто! И эти разработки используются уже активно в других отраслях хозяйства, в том числе и в военном деле. Точно. Поэтому здесь капиталистическая экономика оказалась более разумной, чем капиталистическая. И этот инвалид, он этим протезом ничего производить не будет в капиталистическом мире. И это тоже относится как раз к дезруктивному отбору. То есть, когда отклонения от среднего, это как раз могут принести пользу. Под действием стабилизирующего отбора быть инвалидом крайне невыгодно. Но вместе со стабилизирующим отбором всегда действует и дезруктивный отбор. То есть, когда отклонение от среднего, это как раз хорошо. То есть, ты хочешь сказать, что быть инвалидом это может быть хорошо? Конечно. Самый яркий пример, когда инвалидом быть хорошо, это когда здорового человека, призвали в армию и он погиб на войне. А инвалид остался жив, потому что для военной службы он негоден. Он выжил и принес потомство. Вот выгода явная. Ну, или сейчас. Кризис капитализма, массовая безработица, а у инвалида есть пенсия. Но это в цивилизованном обществе, а у дикарей какая выгода быть инвалидом? Та же самое. Вместо военной службы, вместо охоты и физической работы заниматься религией, шаманить, с духами общаться, или умственной работой, или какой-нибудь простой физической работой, какие-нибудь там башмаки плести, делать там наконечники для дротиков. Ну, в общем-то, инвалид, получается, это элита соплемени. Ага, круто. Но, зато, вот, если на племя нападет голодный пещерный медведь, то инвалидом быть сразу станет очень плохо, потому что надо бежать. Не обязательно бежать быстрее медведя, надо бежать хотя бы быстрее своего соплеменника. Это точно. Поэтому неизвестно, что лучше, быть инвалидом или быть нормальным. А это как раз характерный пример параллельного действия стабилизирующего и детруктивного отбора. Инвалид может или согнуться из-за своей инвалидности, а может из-за своей инвалидности наоборот продвинуться вверх по социальной лестнице. А еще есть противоположные естественному отбору половой отбор. Ну, половой отбор это не противоположность естественному отбору, а частный случай этого самого естественного отбора. То, что мы говорили раньше, это про выживаемость самой особи, а половой отбор это про выживаемость потомства этой особи. Как я понимаю, половой отбор основан на принципе, чтобы нравится противоположному полу. Например, если девушка умеет ходить на высоченных каблаках, имеет время, чтобы краситься и деньги, чтобы красиво одеваться, это значит, у нее большой запас ресурсов, чтобы вырасти здоровых детей и дать им образование. Мальчики это чувствуют и к ней тянутся. ну, это ошибочное представление о половом отборе. Потому что половой отбор это успех в размножении, а успех в размножении и успех в сексуальной жизни это вообще-то две большие разницы. Например, девушка, которая красивая и успешная и нравится мужчинам, может не захотеть рожать детей, будет делать карьеру, будет радовать любовью и нежностью своего избранника, может быть, даже будет работать в медицине и делать какие-то новые лекарства, повышать тем самым выживаемость всего человечества, но если у нее детей нет, это уже не успех в половом отборе. И в то же время девушка, которая мужчинам не нравится, но от кого-то все-таки родит, в половом отбое успешно. Так что в половом отбое инвалидность, не мешающая размножаться, может оказаться даже полезной, так как склоняет человека к стабильной семейной жизни. Интересно. Кстати, да, инвалид, который регулярно пользуется разными соцподдержками для себя, будет также пользоваться подобными поддержками для своих деток. если умеет пробивать лекарства и санатории для себя, то пробьет всякие полезности и своим деткам, а нормальный будет только зарабатывать деньги, и все. Кстати, у инвалида есть еще такое очень полезное для выживания качество, это приобщенность к медицине, то есть он регулярно проверяется и по своему основному заболеванию и по сопутствующим заболеваниям, общается с другими инвалидами и на ранних этапах его всякие ново появившиеся болезни определяются и лечатся. В то время, как есть человек здоровый, он может вообще даже что-то очень серьезное не заметить. Он будет с инфарктом на даче копать картошку, пока не загнется, а врачам скорой помощи он скажет, так я и предположить не мог, что у меня инфаркт, я думал, что простудимся, надорвался. И поэтому здоровые очень часто умирают, в то время, как инвалиды, они лечатся и живут, лечатся и живут. И живут по сто лет, конечно. Да, живут довольно долго. И, соответственно, они и детей своих тоже будут лечить, потому что они близки к медицине. разбираются в медицине. Так что тоже полезное качество и для полового отбора, то есть их потомство тоже будет жить долго. Причем, вот есть такой момент, что, допустим, вот какая-нибудь девочка, ДЦПшница дружит с мальчиком олигофреном, который здоровый и может ее поднимать на пятый этаж, где нет лифта. Да. И они потом решили пожениться и решили завести детей. Они понимают, что у них заболевание, которое передается по наследству, и поэтому они обратятся к экстракорпоральному оплодотворению, к генной инженерии и в результате родят здоровых детишек. Здоровых? Ух ты, круто! В то время, как обычные здоровые люди будут свое потомство делать, ну, после корпоратива, после празднования какого-нибудь праздника, в состоянии алкогольного опьянения. И на рожат больных детей изобразие. И на детях это как раз довольно плохо отразится. Жесть. Да. Так что вот еще успешное полезное качество инвалидов. Полезное для выживания качество инвалидов. Другое дело, что инвалиды могут этим качеством не воспользоваться, но оно у них было. А так ведь нормальному вообще невыгодно заводить детей в капиталистическом обществе, так как дети снижают его трудоспособность. И Карл Маркс писал, что зарплата наемного рабочего это средство восстановления его трудоспособности, а содержание ждевенцев в зарплату капиталистической экономикой не заложено. Но тому, кто на пособии живет, заводить детей как раз выгодно, ибо на детей тоже дадут пособие, может быть, надеюсь. Дадут, поэтому люди нарожают побольше детей. И вот допустим, у женщины пять детей, и она получает пособие больше, она могла бы получать, работая в каком-нибудь офисе. Интересно, да. Но при этом она сидит дома и воспитывает этих деток. Пока здоровые зарабатывают деньги на жизнь, инвалиды активно размножаются. По крайней мере, в современном цивилизованном обществе инвалидам созданы комфортные условия для размножения. Они могут им не воспользоваться, потому что у инвалидов бывает еще такая проблема, это их эгоизм. Они, в общем, привыкли, что за ними ухаживают, они заботятся, а семейная жизнь требует, чтобы заботиться о ближних, о своих. И поэтому инвалидов бывает проблема с созданием семьи. Это минус для полового отбора, ну, как бы современные цивилизованные здоровые люди, они тоже бывают избалованные, потому что они привыкли свою зарплату тратить на себя. На себя любимых. Так что это тоже их недостаток. А мужчина инвалид может быть даже более привлекателен, чем здоровый. У него есть свободное время, он может быть умным, интересным. он может даже иметь успех у женщин, применяя психологические приемы, вызывать к себе чувство жалости. У моей подруги муж именно такой. Она от него уже много раз собиралась уходить, а он начинает плакать, себя жалеть, и она возвращается. Кстати, в фильме «В душе я танцую» там два молодых человека, полностью неподвижные на навороченных инвалидных колясках довольно ловко посещают развлекательные заведения и там обустраивают свою личную и сексуальную жизнь. Так что вот в цивилизованном государстве как раз очень может хорошо устроиться инвалид. Ну и переходим к самому скандальному к вопросу зачем обществу содержать инвалидов, которые якобы бесполезные паразиты. Лучше бы деньги потратили на что-нибудь более полезное. А почему какой-то офисный планктон, конторский чиновник или рабочий заявляет, что инвалид это паразит? Может быть он сам паразит? Может быть целесообразнее его самого ликвидировать? Причем вместе с его организацией работав которые он так высоко ценит. Принципиальная ошибка в том, что нельзя рассматривать инвалидов отдельно от инфраструктуры, которая работает на социальную реабилитацию этих инвалидов. А эта инфраструктура как раз высокотехнологичные предприятия, высококвалифицированные специалисты и большая научная работа. Результаты труда всего этого не ограничиваются инвалидами, а используются в других отраслях, в том числе и в военном деле. Поэтому для государства выгоднее сократить чиновников и офисный планктон, а инвалидную инфраструктуру как раз наоборот развивать, потому что там нужны всему миру высокие технологии. Но если не так ценен сам инвалид, как инфраструктура на него работающая, тогда напрашивается мнение, что хорошо бы иметь парочку симпатичных показных инвалидов, укомплектованных хорошими показными соцработниками, ну а всех остальных свернуть баронялок. А вот не получится. Чтобы инвалид пользовался средствами социальной реабилитации, необходима среда, где он будет этим пользоваться. Потому что если дать инвалиду навороченную инвалидную коляску, а ехать ему на ней некуда, а главное незачем, то он и не будет ей пользоваться. И все разработки на эту инвалидную коляску, они получаются напрасны. Это как в спорте. Чтобы получить хорошую сборную команды по футболу, надо массово, в рамках всей страны, развивать футбол, чтобы создалась среда, в которой регулярно появляются хорошие игроки и хорошие тренера. И они постоянно совершенствуют свое мастерство в этой области. То же самое и про инвалидов. Для общества ценность представляют не просто инвалиды, которые сидят дома и смотрят телесериалы, а те, которые активно участвуют в общественных мероприятиях. И только тогда будет получаться полезный результат в виде высоких технологий и квалифицированных специалистов. В США и Европе это давно уже было. В России это появилось относительно недавно. И довольно быстро это развивается. Лично мы это наблюдаем. А любители избавлять общество от инвалидов говорят, что жить с такими ограничениями это сплошное мучение. Невосерднее было бы добить таких, чтоб не мучился. А это уже их больные фантазии. Вероятно по себе мерят других. И это неправильно. То есть они примеряют на себе. Как бы этот самый амбициозный офисный планктон тебя бы чувствовал, если бы вдруг завтра стал приколом к инвалидной коляшке. И приходит к выводу, что лучше бы, если бы его добили. Правда, если он станет сам инвалидом, то он почему-то свое мнение обычно меняет и не хочет, чтобы его уже добили. На самом деле инвалиды, которые активно включены в общественную жизнь, живут довольно весело и интересно. Вот мы смотрим страницы в соцсетях разных инвалидных клубов, так у них почти каждый день куда-нибудь поездка или хотя бы собираются в специальном центре, играют в настольные игры, а к ограничениям по здоровью можно приспособиться. Сами инвалиды, так правило, не считают, что их надо убить, чтобы не мучились, зато спиваются, подсаживаются на наркотики и совершают самоубийство вполне себе здоровые люди, а не какие инвалиды. Только странно почему. Ну, почему-то. Непонятно абсолютно. Инвалиды это не паразиты. Есть другой термин, который определяет роль инвалидов в социуме. Называется некоммерческое партнерство. То есть все инвалидные организации это некоммерческие организации, которые друг с другом взаимодействуют и приносят друг другу взаимную выгоду. То есть то, что инвалиды где-то играют в настольные игры, где-то в социальном центре, это не то же самое, что советские рабочие где-то в рабочее время играют в домино. Потому что то, что инвалиды пришли в социальный центр и там в эти настольные игры играют, это под это дело задействовано помещение, под это дело задействованы специальные работники. На этих инвалидов смотрят. Наиболее интересных включают в какие-то другие, более серьезные социальные проекты. Там уже у них есть то, что мы знаем, вот разные театральные кружки, мы сами туда ходили. Это нам сейчас очень помогает вести видеоблог. Потом есть у них там киношкола, у них есть какие-то спортивные реабилитационные мероприятия, которые очень полезны для здоровья. Я стараюсь по возможности на них тоже ходить, потому что сопутствующих болячек у меня тоже полно, а надо подвечиваться, хотя бы помаленьку. И люди, которые занимаются социальной реабилитацией инвалидов, они же не просто так с ними сидят, как дежурные вахтеры, а они что-то наблюдают, пишут отчеты, пишут даже какие-то научные работы. Там у нас тоже спрашивают, там, расскажите, а что, а как, мы спрашиваем, а для чего, а нам надо отчитаться. Здорово! Подведем итоги. В древних обществах инвалидов как особой социальной прослойки не было и быть не могло, так как для всех находилось много примитивной работы, чтобы всех людей с ограниченными возможностями загрузить работы. А вот в связи с научно-техническим прогрессом упразднилась эта примитивная работа, и для самореализации в обществе повысились требования к людям. Например, стало необходимо уметь читать и писать, иметь хотя бы начальное образование, а лучше среднее или средне-специальное образование. Надо уметь перемещаться в общественном транспорте. И те, кто это не умеет, все инвалиды. Но научно-технический прогресс продолжается. Появляются средства социальной реабилитации, и уже можно и учиться дома, и работать, не выходя из дома. Плюс куча самых разных средств, помогающих людям с ограниченными возможностями себя обслуживать и выполнять полезную работу. И таким образом понятие инвалидность снова пропадает. Оно может снова вернуться, если общество выдвинет новые требования. Например, необходимость какого-нибудь вживляемого в мозг микрочипа, как в научно-фантастических романах или киберпанк. Тогда те, кто не совместим с этим микрочипом, снова будут признаны инвалидами, до тех пор, пока проблема совместимости не будет устранена. Значит, скоро отменят и пенсию по инвалидности. Точнее, заменят ее пособиями по безработице. Потому что пособия по инвалидности – это для тех, кто не может работать. А в связи с развитием средств социальной реабилитации инвалидов, теперь эти люди уже могут работать. Ну, другое дело, что их не хотят брать на работу, но тогда это уже все равно не инвалиды, а безработные. Придется теперь не в комиссии МСФ подтверждать инвалиды, а идти на биржу труда, а оттуда в разные конторы за отказами в трудоустройстве. А с отказами в трудоустройстве довольно весело. Вот сижу я в конторе, настраиваю 1С, а там клиент в бирже труда с кадровиком общается. И разговор такой. Соискатель говорит, дайте мне отказ, чтобы пособия по безработице продлить. А кадровик говорит, а что написать в отказе? Что не подхожу, потому что не знаю компьютерные программы. Так у нас же 1С стоит. Вот программист даже сидит, ее настраивает. Ну, напишите, что ваша 1С другой версии, а не той, которую я знаю. Вот что ждет инвалидов в ближайшем будущем. Замена пенсии по инвалидности на пособие по безработице. Как-то грустно в будущем. А что-нибудь поинтереснее в более отдаленном будущем может быть? Ну, тогда научная фантастика вам в помощь. Два основных направления. Первое направление. Более совершенные технические средства реабилитации. Как, например, в фильме «Аватар». Второе направление. Это перевод жизни из реального мира в виртуальный мир. Как в фильме «Матрица». И в одном и в другом случае для успеха в общественной жизни физическое здоровье человека значения не имеет. Ох ты, как интересно. Называется «Равные возможности». Ну, нифига себе. Как интересно. А может быть, мир, как описывает Кирк Булачев, где все умные, здоровые и красивые. Ну, если все умные, здоровые и красивые, то и проблемы инвалидности в нем нет по определению. Потому что нет инвалидов или того, кто претендует на роль инвалидов. А что насчет эмоциональных и ментальных инвалидов? Ну, а их просто признают нормальными. Потому что раньше их психические и эмоциональные проблемы мешали им учиться и трудиться в коллективе. А когда можно учиться и трудиться дома, то это уже не мешает жизни. Пусть он там в своей квартире какашками кидается, это никому не мешает, если он выполняет успешно свою надомную работу. Вот у нас в комментариях тоже часто называют психами и придурками. Ну, нам-то что? Ну, кому-то не нравится, кому-то нравится. А так как мы не привязаны к жесткой дисциплине и правилам поведения, то можем позволить все быть придурками. Пожалуйста, два дебила – это сила. Три дебила – легион. На друзей своих посмотришь – каждый третий – это он. Кто живет среди дебилов, думаю, меня поймет. Ненормальные дебила – имбецил и идиот. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пишите комментарии, будем работать над ошибками. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. До свидания. Спасибо за внимание.